Еще ко мне приходили какие-то небольшие посылочки, в которых лежали нитки, и я пыталась доорганизовать все свои, скажем так, схемки, которые я планирую вышивать в ближайшем будущем. И я сложила, я купила вот таких вот три коробки, я сложила все, ну не все, сколько ушло, сложила в эти коробки, получилось у меня такое большое количество. У меня есть еще отдельная коробка, где лежат схемы, вот просто отдельные схемы. Здесь у меня уже что-то есть, большинство того, что у меня укомплектовано полностью и нитками, и тканью. Не хотела я как-то складывать в пакеты и ткань тоже. Вот этот дизайн у меня уже полностью собранный. Но я сейчас вот спокойно смотрю на то, чтобы это дело не начать прямо сейчас. У меня уже есть начатые процессы, которые я хочу заканчивать. И, наверное, в последнее время меня тянет на все свои проекты, которые уже закончены. Такой у меня еще есть дизайн, я, наверное, вам его не показывала. Миледис Нидал, Глория Мур. Он тоже в таком французском стиле. Я вообще не видела его, чтобы кто-то его показывал. Он мной был куплен, наверное, сколько... Ну, года три, наверное, назад. Здесь тоже птицы. И он у меня лежит полностью укомплектованный нитками Нидлпоинт. Ткань по ключу, наверное. Да, Батэ Крим. Цирковый каунт. Может быть, я его на следующий год запланирую. Посмотрим. Нравится мне очень этот дизайн. Ко мне пришли нитки еще... Нет, сюда пришла ткань. У меня была куплена вот такой кусок. Этот дизайн уже давным-давно все вышили. У меня был небольшой кусок ткани. И, по-моему, здесь 28-й каунт по ключу. Я начала вышивать, мне не хватило. Пока не буду этого паровать. Покажу вам, что за дизайн. Пока сложила вот так все в одно место. Это всем известный лебедь. Вот такой. И на днях я получила на него вот этот отрезок. Отрез ткани. 36-й каунт. И думаю, я, наверное, начну его, когда закончу один... Когда закончу своего ангела от Кэти Беррик. Нет, не от Кэти Беррик. От Терезы. Когда закончу своего ангела, тогда я возьму в работу вот эту часть. Пока нет. Видите, как я уже научилась себя держать, чтобы ничего не начать больше. Кроме того, что у меня уже начато. Еще у меня долго лежал вот такой вот процесс. Энн Смит от Кэти Беррик. Я не могла найти на него ткань. У меня был здесь вложен лен натуральный. Просто натурального цвета. И когда вам последний раз показывала... Нитки у меня уже давно купленные. Вот так вот лежат. С этой схемкой. Мне... Как-то она, наверное, была не очень популярная. Но мне она до сих пор нравится. Кэти Беррик. Птичка Энн Смит. Репродукшн сэмплер. Квакер репродукшн. И как-то я вам показывала в своем видео. Я купила вот такой вот новый отрез ткани. Egyptian Sand. 36-й каунт. Это новинка была Нэшвилла этого года. И я поняла, что этот отрез, когда начала перекладывать все вот эти свои схемки, когда я открыла, когда я увидела, и теперь я точно поняла, что... Вот эти нитки, они прям идеально подойдут под этот проект. Он как раз такой пятнистый. В такой темно-коричневой цветовой гамме. И здесь и белый цвет не будет теряться. И видны вот эти вот все желтые оттенки. И теперь тоже прям хочется мне его в ближайшем будущем тоже его начинать вышивать. Вот так вот бывает сходятся планеты. Думаю, что тоже скоро его начну вышивать. Кстати, кто-то спрашивал у меня. Хотел бы посмотреть мои ближайшие уже последние запасы. Все, что у меня скоплено за последнее время. Здесь у меня мешочек от BlackBirdDesign. Мне, кстати, на днях пришла посылочка из Канады. От одной девушки, которая не хочет, чтобы я ее называла. Ну, ее зовут Наталья. Она прислала схемки. 9 схемок от BlackBirdDesign. Вот такие же, как у меня, только еще плюс 3. Это будет подарок для моих вышивальщиц. Для моего СП я вышиваю. Мы вышиваем гобелены. Я еще не решила, как сделать, может быть, какой-то будет это специальный приз, либо еще как-то. Но вот сейчас вам говорю, что это будет специальный какой-то подарок для одной из участниц нашего проекта. Вышиваем гобелены. Вот таких 9 схемок. Теперь я уже думаю, что хорошо, что я сделала СП в такой длинный срок. мне хочется надеяться на то, что к осени откроют все границы, к зиме, к Новому году. И тогда уже будет вообще не проблема посылать посылки в разные страны. Это у меня уже полностью окомплектованный набор. Куда-то, кстати, куда-то я ткань делала или у меня ткани нету на этот дизайн. Пропустила я. Я знаю точно, что у меня есть ткань на этот проект. Ткани у меня лежат отдельно, те, которые, например, специфические какие-то ткани, я тогда вкладываю в пакеты. Этот тоже готов, чтобы его начать. Здесь входят и DMC, и Classic Colorworks. Есть у меня еще вот этот дизайн. Мне даже страшно его укомплектовать. Он идет полностью в нитках Needle Point. Но, возможно, сейчас я пытаюсь организовать все свои Needle Point. И, скорее всего, у меня какие-то нитки, какие-то цвета найдутся. Но мне очень нравятся вот эти вот проекты от Carriage House Sampling. У них много таких дизайнов с окошками. Есть и весенние, и летние, и с корабликами. Всякие разные. Но вот конкретно этот он как, наверное, календарь. Вот в таком примитивном стиле. Тоже мне очень нравится. Здесь только схемки. Полностью укомплектовался у меня еще вот этот проект. Вот такой, да, от GGA. И к нему у меня на выбор два отреза ткани. Я еще пока думаю, но я схожусь, скорее всего, вот к этому. Цвету. Это, как вам объяснить, он такой. Этот, наверное, более классический, да, такой лен. А вот этот, он такой, типа мешковины, да, выкрашенный. И здесь, по-моему, 32 каунт. Но почему-то мне хочется именно этот проект видеть на 32 каунте. Возможно, этот, наверное, более такой благородный, что ли. Ну и вот этот дизайн, он больше, наверное, такой детский, примитивный. Еще здесь такие красивые цвета, конечно, все. По-моему, что-то здесь, по-моему, какой-то нитки не хватает. Дальше, наверное, видео будет о том, как мы пороемся в этой коробочке. Это Blackbird Design. Потом вот эта схемка еще неукомплектованная. Вот это еще нет. Вот это, по-моему, тоже я ее неукомплектовала. Есть еще вот это. Здесь вот такое небольшое количество ниток. Сейчас, конечно, никто не работает, ткани, нитки не красят. Но однозначно буду его вышивать. Может быть, в следующем, а может быть, и через два года. Но однозначно я его буду вышивать. Хочется мне еще собрать нитки вот на этот дизайн. Susan Rambo. Мне нравится здесь очень красивый вот этот бордюр получается. Огромные такие цветы, круглые. Очень нравится этот проект. У меня только одна ниточка. Это остатки, которые были у меня. Я сюда вложила. Что еще? Вот этот тоже однозначно буду как-нибудь вышивать. Пока ничего не собирала. Queen Stone Sampler Design. Здесь тоже идут нитки Needle Point. Скорее всего, буду вышивать нитки Needle Point. Вот этот дизайн, пока не знаю. Я видела его вышивала, по-моему, Nicole's Needle. Пока не знаю. Пока мне кажется, что у меня есть такие более интересные, наверное, проекты. Возможно, отложу его пока. Еще очень сильно хочу, конечно, начать вот этот проект. Здесь нитка DMC. Пуговицы. Это я покупала в прошлом году в магазине Needle Point. The Silver Needle. И я купила вот такой зеленый кусок ткани. Но, скорее всего, я его поменяю. Мне он не очень нравится. Как называется? Аспель. Не уверена по поводу этого куска ткани. Скорее всего, хочу, наверное, чтобы было ближе к серому. И, может быть, я разберу эти нитки DMC, так как у меня сейчас идет полная организация ниток DMC, поэтому теперь мне уже вот это вот не надо. Видите, как я сразу место сэкономила? Потому что все нитки, потому что все нитки у меня эти есть. Что у нас дальше? Да, еще очень нравятся вот эти вот все горшки, но его пока не начинаю. У меня есть мой французский дизайн, там тоже как календарь с горшками с цветочными. И я его вышиваю понемногу. Может быть, я вам его не показывала уже давно как-нибудь. Стоит в видео показать его. Хочу его в этом году закончить. Вот этот, конечно, хочется мне начать. Мне кажется, он совсем такой простенький. Мало вышивать. Есть у меня еще вот такая русалка от Primitive Hair. По-моему, от Primitive Hair у меня все есть. Почти все. И ниточки здесь лежат. У них все схемы идут распечатанные. Я распечатала, попросила мужу на работе, чтобы он не распечатал. Поэтому у меня все пока лежит здесь вот так. Да, конечно, нравится мне еще очень вот этот проект. Но сейчас его кто-то вышивает на YouTube. Морелка, по-моему. Если я не ошибаюсь. Я пока, наверное, понаблюдаю за ним. Но потом однозначно буду вышивать. Это у меня маленькие проекты. Вот такие есть. Биз-хам. Как-то было у меня под видео сообщение. Этот пока не буду вышивать. У меня сейчас мой проект от Ларисы и Берлинбок. Его закончу. Потом возьмусь за этот. Потому что они похожи между собой. Этот единственный в шелке. Тут в петите. Полностью у меня к нему нитки и ткань. Еще очень сильно хочу вот этот дизайн начать. Здесь он вышивается ниткой Ханна Андерсон. Вышивается ниткой DMC. Кстати, теперь мне эти нитки тоже уже здесь не нужны. Вот видите, как здорово. Вот это я сейчас все уберу во все остальные нитки. И, скорее всего, я хочу купить на него ткань темную-темную. Здесь две версии. По-моему, уже даже не помню. Здесь он ключ, нитки, они разработаны для двух разных версий. Поэтому он был, кстати, выпущен в 98-м году. Кремовый оттенок обычной ткани. Но я хочу вышить его на ткани ручного украшения. Здесь много, видите, алфавита сколько. Но я теперь уже не боюсь алфавит. Я уже нормально к этому отношусь. И здесь мне тоже нравятся и цветы, и елки, и бабочки, и деревья. Все-все-все. Да, наверное, сделаю я вам вот это отдельное видео. Все, что у меня в коробках сложено, собрано. Есть еще вот таких два дизайна от Blackbird Design вместе с тканью. По-моему, и нитки у меня на него есть. И есть еще вот такая коробочка вместе с тканью. Кстати, я только недавно смотрела какой-то... По-моему, в книжке у меня точно. И там идет как раз вот такой отрез ткани. Класс! Как я люблю коробочки. И здесь, по-моему, два цвета нитки, и все. Интересно, надо посмотреть. Три цвета нитки. Так, пикок, пин кип. На пин кип. Три... Нет, два цвета. Они даже разные. И на коробочку... А, недлбук. Три оттенка. Ну, значит, где-то сколько в общей сложности? Пять цветов. Здесь символов. Короче, пять цветов ниток здесь всего лишь. И вот такой большой кусок. Я думаю, что мне еще на что-то хватит. Смотрите, какой квадратик. Супер! И он еще вываренный. Класс! Этот, по-моему, я покупала с рук. И он вот так вот был. Видите, здесь даже уже такая... Такой лейбл уже весь. Не видно уже, сколько когда-то стоила эта схемка. Классно. Классно. Кстати, вот и не надо покупать круглую вот эту вот коробку за 150 долларов. Можно самой вот эту маленькую сделать, и суперклассно будет. То же самое, только своими руками. Что еще у меня тут есть? Есть это... Да, есть еще у меня и вот такая. Хайдрайдженния. Хайдрайдженния хаус. Ну, здесь у меня ничего. А, он, по-моему, идет с тканью и с нитками. Да. Видите, все есть. Этот я, по-моему, тоже у кого-то покупала. Мне даже кажется, у какой-то русской девушки здесь за границей. По-моему, из Флориды. Ну, такой интересный дизайн. Простенький. Думаю, вышью его тоже. Еще один дизайн, который мне очень нравится. Я даже как-то его пыталась начать. Мне, по-моему, не хватило. Не было тогда ткани, чтобы его начать. Вот смотрите опять, да? Видите как? И вот эти вот ниточки мне теперь уже больше не нужны, чтобы они здесь лежали. Вот эту распутанную я, конечно, оставлю здесь. А вот это все мне можно сложить в кучку. И оставить здесь. Здорово! Это от Лена Лаусон. Классная такая фейка. Здесь, по-моему, еще и креник идет к этой схеме. Тоже долго я ее так ждала. Не знаю почему. Долго она ко мне шла. Что здесь у меня еще? Здесь у меня это только одна схемка. Возможно, вышью ее когда-нибудь потом. И еще я сюда сложила вот такие ниточки. Это теперь могу сказать с уверенностью, что это мой любимый производитель. Хотя он уже давным-давно не выпускает свои дизайны. Это, как говорится, тот же самый производитель, от которого я вышивала трехэтажный домик. Вот этот цветочек. Здесь будут интересно очень вышиваться вот эти цветы. По-моему, внутренняя часть цветочков, там, по-моему, идет шерсть. Тоже вот так по-простому сделаны. Схемки у них были такие дешевые. Но их сейчас очень-очень сложно найти. И у меня все куплено. Там вышивается нитками анкор. И буквально вот одна ниточка викс дайвокс. И кусок ткани у меня тоже по ключу. И есть еще от них вот такой вот пчелиный улей. Он простой. Вышивается ниткой секционного украшения. Он даже у меня еще, видите, не открывала я его. Там просто схемка. Тоже такой простенький. На темной ткани. У меня даже, по-моему, темная ткань такая есть. Вот такие маленькие сюжетики. Может быть, между моими сэмплерами на стене такие маленькие будут кусочки вкрапления. Что еще? Вот этот у меня лежал долгое время на видном месте. Этот я покупала в прошлом году в магазине The Silver Needle. Он у меня лежал, скажем так, все время на виду. Мне его все время хотелось начать. Теперь я его убрала в ящик. Потому что он мне немножечко меня сбивал. Он красивый. Мне его хочется начать. И как раз скоро у нас праздник будет. 4 июля. Но нет, нет. Я хочу закончить все свои проекты. У меня есть полностью эмбэлишмент. Я сразу там купила вот этот отрез ткани. И сразу купила... Вот видите, здесь много таких штучек интересных. Вот эти маленькие такие вещицы обалденные. Три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять бисеринок. Как важно. И есть у меня тоже подвес, кстати, к ним. Надо сюда и подвес тогда положить. Вот убрала, как говорится. С глаз долой, чтоб не начать. Еще у меня вот этот сэмплер. Тоже готовый, чтобы начать. Это просто схемка от Blackbird. Это я собираю здесь все дизайны. Там, по-моему, двенадцать домиков. Еще я смотрю, что многим вот эти дизайны разонравились. Мне они до сих пор нравятся. И я здесь так удачно зашла в магазин. И кто-то, видно, отказался от рамок. Рамки были сделаны на заказ. Меня, наверное, останавливало, почему я до сих пор не начала вот эти вот схемки. Потому что я все думала о том, что надо идти в магазин, заказывать рамки. А сейчас я купила две одинаковых рамы. И они такие классные. Их, видно, пустили по такой цене, лишь бы только продать. И удача, они две одинаковые, одинакового размера. У меня как раз к тем двум рамкам вот как раз вот этих вот два сэмплера. Вот этот полностью у меня с тканью, с нитками. То есть он уже готовый, чтобы его начать. Мне он до сих пор нравится. Я не могу сказать. Я была не готова с ними расстаться. Правда. Мне он до сих пор нравится. И теперь у меня к ним есть две рамки. Надо посмотреть, они по размеру одинаковые, либо нет. Ну, я думаю, что я все равно подгоню. Здесь, по-моему, не написано в готовом виде. Просто количество стежков. Ну, тогда нужно будет высчитывать какой-то, может быть, тот, который плотнее, его вышить на более мелком каунте, этот на более крупном. Тогда они сойдутся. Ну, не буду сейчас открывать. Потом, когда начну делать, начну вышивать, тогда и буду думать, чтобы оформить их одинаково. Менеджери. Самый хаки кэшел. Самый хаки кэшел. По-моему, у меня есть самый хаки какой-то другой, не кэшел, другой. Да, кстати, у меня... А, там 28-й каунт. Ну, посмотрим. Ну, у меня 40-й каунт. Самый хаки есть. Он, как раз, кстати, может быть, и хорошо будет сочетаться. Я на нем сейчас вышиваю сару-брейзер. Ну, кстати, вот они и как раз хорошо войдут. Может быть, сару-брейзер по центру. И два вот таких вот маленьких по краям. Вот видите, как идея сразу пришла. Так, еще здесь вот, видите, вот такая отдельная стопочка схемок. Ну, кстати, вот эти схемки, они у меня неукомплектованы. Здесь, по-моему, все я сложила в одном месте. Просто они вот такие вот маленькие схемки. А, по-быстрому пробежимся. Вот такая Мани Ди Дона. Тоже французский такой красивый дизайн. Тоже мне очень нравится. По-моему, только один сэмплер у меня есть от этого производителя. Здесь тоже все в DMC. 32-й каунт, какао. По-моему, ткань у меня есть где-то такая. Этот недавно я вам показывала. Это бренд Гервейс. О, Жервейс. Гервейс. Зайка вот этот красивый. Кстати, может быть, стоит каждого производителя сложить по отдельности. Это то, что у меня неукомплектованное, да, скажем так, не собранное. Вот этот дизайн очень нравится. Здесь же и JustNan. Мышки. Может быть, их в другое место положить, чтобы они не мяли. Вот этот квилтинг однозначно буду его вышивать. Очень красивый. Очень нравится. Тоже можно его начать в любой момент. Все вышивается ниткой DMC. А вот здесь, по-моему, Simply Shaker. Здесь, по-моему, нитка Gentle Art. Вот именно на вот этот осенний дизайн. Кстати, по-моему, у меня даже какие-то оттенки есть. Какие-то оттенки остались от... Я могу даже использовать нитки сюда от моего дизайна, от хэллоуиновского. Возможно, что-то сюда подойдет. А, есть еще вот такая простенькая. Так. Вот этот есть. Drum. Классный. Мне он очень нравится. Еще забыла, что у меня лежат вот эти две прекрасные схемы. HeartStream Samplery. Я его нигде не видела. Я их покупала, видите, по этикеткам в магазине засил Вернинов. Мне они очень нравятся. Однозначно, со временем тоже вышью. Класс. Есть еще дизайны у меня от Эрики Майклс. У меня, по-моему, только шесть. Еще третий, четвертый. Надо еще первый, второй. Ну, это как бы не проблема купить. У нее много вот таких вот клубничек разных. Ну, мне понравились только вот, наверное, вот эти вот шесть штук. Есть еще у меня вот такой вот свадебный сэмплер. Очень нравится. Just married. Такой девчачий-девчачий. Класс. Следующий. Plum Street Sampler. Это все от них. Наверное, все. Где-то еще есть. Вот такой Hello Winter. Вот такой. Я, кстати, думала, что у меня его нету. Он у меня есть. Птички. Две птички. Точно. Вот такой на шейкер-бокс я хотела его. Сейчас не знаю. А может быть. А может быть я сделаю сама такой шейкер-бокс. Ну, хотя с другой стороны, сколько можно уже этих коробочек. Не знаю. Посмотрим. Вот, кстати, здесь оформление. Это то, что я вам говорила. Сюда как раз подойдет. Здесь, по-моему, она даже скрученная. Вот эта нитка. Это пряжа, которая продается в магазине. Такая она велюровая пряжа. И как раз она скрученная и просто, наверное, приклеенная горячим клеем. Они здесь любят все на горячий клее клеить. Вот так по-простому сделано. Наверное, знаменитый вот этот дизайн. Еще мне нравится очень вот этот вот. Welcome all hearts home. Очень нравится. Наверное, больше всех он мне нравится из этих схемок. Потом у меня идут французские схемки. Вот такие. Вот этот дизайн у меня есть укомплектованный. К нему нитки есть. Нитки ткань есть. К этому тоже нитки ткань есть. К этому, по-моему, не помню. Вот этот мне очень тоже нравится. Очень-очень с кружевом. И я думаю, что точно так же с кружевом я его и сделаю. Вот такой. У меня к нему куплены перламутровые пуговицы. Только что просматривала видео, чтобы выложить для вас. И вдруг пришла ко мне идея по поводу вот этого вот сэмплера. Недавно я вам показала, да, ко мне пришла коробочка. И в коробочке лежала вот такая вот тесемка. И вот как раз вот этот сэмплер, он вышит. И между ними вставлено кружево. У меня была дилемма вышивать на светлой ткани, либо на более темной. И вот сейчас, когда пришло вот это кружево, да, вот это нижнее кружево, я могу пустить либо вот здесь где-то, либо вот здесь. Сюда может быть что-то побольше, либо поменьше. От этого и смотреть, какой ширины должно быть это кружево. И могу даже вот этот вот сантиметр даже могу пришить. Все-таки это сэмплер. Здесь есть еще вот эти вот всякие пуговицы, детали, да, мелкие, которые потом пришиваются. И вот, как говорится, все сошлось. Могу взять ткань чуть-чуть светлее вот этой, да. Ну вот может быть вот такой оттенок, чтобы было видно вот это коричневое кружево. Оно как раз в такой вот цветовой гамме, коричневой, да. Мне кажется, оно идеально сюда подойдет. И вот как вот получается, как говорится, все звезды сошлись. Даже, наверное, добавлю это кружево сюда. Пуговицы, как я говорила, у меня уже есть. И будет ждать своего часа вот этот вот дизайн. А вот такой, Сара Мур, тоже есть. А вот такая схемка красивейшая. И вот такая тоже красивая. Еще я у них купила тоже один мне дизайн понравился. Новый. Тоже идет ко мне. Не знаю, как долго будет ехать из Франции. Сейчас с этими посылками, со всеми. Есть еще вот такой от компании, Just Another Button Company. Вот такой Pin Cushion Easter with Pin on Bunny Ears. У меня есть шерсть, крашеная вручную. Я думаю, что не составит труда сделать таких вот овечек. Классные они. Может, кстати, еще одна задумка с внучкой повышевать. А вот еще один у меня. Одна еще схемка попала вниз. Это тоже бренды. И старая версия у меня еще. Это Heartstring Sampler. Тоже всем известный дизайн. His Eyes on the Sparrow. Это Bad Twist. Сейчас она выпустила новый дизайн. Все его, наверное, вышивают. Сэмплер с лилиями. Я видела его в готовом виде. В магазине The Silver Needle. Мне показалось, у него не очень удачно была выбрана ткань. Ткань почти сливалась с тоном нитки. Я думаю, что однозначно буду выбирать какую-то не такую активную ткань. Может быть, будут слегка явно выраженные, не явно выраженные разводы. Потому что все оттенки ниток, которыми вышиваются каждый, скажем так, каждый зверь на этом сэмплере, их всех по паре. У них очень близко подобранные тона, и они не очень яркие. Поэтому ткань, я думаю, придется выбирать такую. Чуть-чуть, может быть, какой-то должен быть налет. Но не явно выраженный, с большими пятнами. Потому что то, что я увидела, мне не очень понравилось. Ну, слишком, 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 не так сильно бросались в глаза вышитые фрагменты, скажем так. Может быть, я бы хотела, чтобы они были чуть-чуть как-то поярче, наверное. И вот эти вот все схемки от JustNan, я не знаю. Возможно, со временем я избавлюсь от этих схемок. Я не знаю, мне одно время хотелось их вышить, кубики вот эти. Возможно, вышью, а возможно, нет. Есть и вот это. Но мне нравятся, все-таки мне нравятся вот эти вот маленькие штучки. Мышки. Не знаю, почему такие. Они такие маленькие получаются. Вот мне нравятся всякие вот такие вот маленькие такие ювелирные работы, наверное. Я знаю, с другой стороны, мне вот все-таки вот этот тоже все еще нравится. Needle Flutter. Здесь с тканью. Может быть, на досуге. Здесь с калибри, с птичкой. И вот такой пакетик Needle Book для иголочек. Со шляпкой. И еще я сделала отдельную такую коробочку. Нет, не коробочку. Ну, пускай будет отдельная коробочка. Я подсобирала дизайны с этого Нэшвилла. Все, что я покупала, я их почти все полностью укомплектовала. И тоже, наверное, давайте вам покажу, как это все выглядит. Уж если я начала снимать такое видео, то тогда покажу еще и эту коробочку. Наверное, видео назову «Результаты моей чистки в шкафах». Так, это вот такой пакет. Из-под постельного белья, не знаю, я почему-то захотела, вот именно дизайны с Нэшвилла, вот именно организовать все отдельно. Пока. Дальше посмотрим. Это сюда попали последние покупочки. Ну, кстати, здесь, наверное, не только Нэшвилл. Наверное, вот это было выпущено после Нэшвилла. Ну, наверное, давайте пускай, так это и будет здесь. Вот эти сэмплеры, это то, что буквально недавно вышло. Я их, наверное, недавно показывала в видео. Они совсем детские, примитивные, но мне очень нравятся. Вот этот, по-моему, даже сейчас кто-то вышивает. Вот этот пока нет. Этот я буквально недавно вам показывала. Я его даже еще не успела укомплектовать. Так, наверное, вот так буду разбирать. У меня, по-моему, не хватает здесь две ниточки вот этого сэмплера. А вот интересно, смотрите, вот с лицевой стороны, это, я так поняла, это репродукция сэмплера. Обычно она, обычно этот дизайн, дизайнер делает, обычно Alma делает свои дизайны. Этот, я так поняла, репродукция 1761 года. Вот так вот он выглядит с обратной стороны, с изнанки. Либо, сэмплера эластичная. Нет. Это то, что осталось. Это так выглядит сэмплер старинный. И вот таким образом она сделала разработку именно, ну вот, в своем стиле, скажем так. У меня здесь уже, по-моему, не хватает только двух ниток. Все куплено по ключу. И то я смотрела, что, возможно, я и смогу, наверное, смогу, наверное, чем-то заменить. Что-то у меня было в шкафу. Вот такие все ниточки сюда входят. Тоже он почти уже готов, чтобы начать. Сейчас я смотрю, что очень многие такие американские блогеры, да, они начинают. Я сейчас, немножко наблюдая за ними, смотрю, что мне нравится, что мне не нравится. И потом уже тогда буду после них вышивать. Все вышивут, потом я буду вышивать. Вот этот дизайн мне очень тоже нравится. Он вроде бы такой маленький, какой-то кажется даже непонятный, но мне он очень нравится. Так, вот этот тоже уже готовый. И, по-моему, на этот тоже. Вот этот вот дизайн, он совсем маленький. На картинке смотрится большим 9,3,8х8,3,4х8, где-то 18, где-то 22х20, где-то так. Вот такой размер этого сэмплера. Тоже готовый. По-моему, ну, если так сильно не придираться, то можно найти ткань на этот проект. Мне хочется вышить, я даже уже отложила вот такой кусок. Мне очень сильно хочется вышить вот этот вот дизайн. Драм, я их полюбила всей душой. Мне очень нравится, очень удобно. И я даже смотрела, у меня есть этот отрез ткани. Я сейчас пытаюсь на него подобрать все нитки. И очень сильно хочу именно драм. И там есть еще сумочка. Ну, вот этот мне очень, конечно, тоже нравится дизайн. Но здесь нужно покупать нитки, здесь нужно покупать ткань. Ну, пока, наверное, не до этого. Сами видите, да, есть что вышивать. И вот этот вот хочу последний вышить. И причем я прикладывала нитки. У меня есть нитки Глориана. И они вообще идеально подходят вот именно под этот проект. Пока думаю. И вот этот кусок ткани как раз на тот драм подойдет очень даже замечательно. А еще мне нравится очень вот этот мешочек. Вот этот. И я недавно получила, купила новый комплект, новое покрывало с подушками. И там комплект был упакован такими красивыми лентами. Я их отложила в сторону. И я даже хочу использовать эти ленты где-то в каких-то дизайнах. И вот вижу, что вот эта вот сумочка, она тоже, видите, затягивается на ленту. И тоже в будущем, наверное, я покрашу эту ленту. И вот так вот, наверное, я буду складывать какие-то инструменты для вышивки. Еще мне очень сильно нравится вот этот ролл. И я тоже на него уже на 1, 2, 3 стичь заложила нитки. Написала все вот эти нитки, которые входят сюда. И хочу прям начать. Прямо завтра. Холли Хукс. Красивый дизайн. Люблю я мешочки, коробочки, шкафчики. На этот проект что-то его никто не начал. Я удивляюсь. Такой красивый дизайн. Вышивается в ниткой DMC. Хочу посмотреть, может быть, его кто-то начал. У меня есть к нему ткань по ключу. Я бы начала, если бы у меня не было начатые другие дизайны. Вот этот дизайн я вам не показывала. Он у меня уже тоже полностью собранный. К нему, по-моему, тоже есть ткань. Обычный, просто такой бежевый. Здесь ткань они предлагают. Сороковый каунт парчмент. Уже тоже почти все нитки здесь собраны. Красивый. Павлин тоже. И розы. И домики. И грас. И трава зеленая. Лужайка. И здесь, по-моему, два лебедя в букетах. Все, как я люблю. Следующий. Этот дизайн тоже вышивается ниткой DMC. У меня к нему есть ткань. Вот такой вот. Вот. Однозначно, вот этот дизайн будет вышиваться классно в нитке DMC. Вот здесь вот такие оттенки. То, что как раз эффект, который выдает нитка DMC. Здесь даются два варианта. DMC и Avas Swadalje. Но, скорее всего, вот именно этот проект будет нитки DMC. Видите, я даже положила просто ткань. Буду вышивать DMC. Вот этот купленный буквально недавно. Как вы поняли, я, наверное, вам не все показываю, что ко мне приходит. Этот однозначно, по-моему, вышивается только в DMC. Да. Здесь есть и петиты, и крестик через две. У меня лежит сороковой каунт парчмент. Кто-то его вышивает. Я видела в Instagram. Наблюдаю. Пока. но мне, наверное, даже здесь больше нравится не вот этот букет, а все, что под букетом. Кладбище какое-то. Красиво. очень нравится вот этот дизайн. У меня к нему есть ткань. Тоже проблема пока с нитками. Либо я, по-моему, не покупала еще на него нитки. Здесь, видите, такой оттенок, а возможно, хотя они печатают на картинке то, как выглядит уже готовая работа. Нужно быть аккуратным с тканью, потому что, видите, оттенки все такие блёклые. Наверное, лучше вышивать на каком-то более светлом. Что они пишут? Баты Крим 36. Вот этот, наверное, будет слишком яркий для этого дизайна. Надо будет переложить и положить что-то другое. Ладно, потом. French Garden однозначно буду вышивать. У меня есть небольшое количество ниток к нему, ткань по ключу. Вот такой проект. Красивый. Он будет как второй, как пара к другому дизайну. Лиз Гонзалес. Классный испанский колониальный сэмплер. Супер. Здесь Барджелло. Много разных техник. Супер. Полностью у меня к нему все куплено. Нитки. Шелк. И ткань. Тоже готовый. Этот однозначно готовый, чтобы начать. И здесь все есть. Следующий проект. Это вот этот HeartStream Samplery. Это новинка. У меня к нему только пока ткань. Пока из-за того, что все вышивают, его пока отложила. Не хочу пока вышивать. Потом, когда все вышивают, тогда буду сама вышивать. Вот такой. Мне кажется, для меня он немного какой-то яркобатый. Хотя, может быть, я предвзято отнеслась к нему. И, наверное, это все. Вот такая вот есть еще вещица. По-моему, здесь тоже нитка DMC. Да, только DMC. Это, возможно, как вариант для... Это, возможно, как вариант, как адвент календаря. Тоже проект на будущее. И вот такой дизайн. Fox & Rabbit дизайн. Mahala Barber. Здесь у меня к нему полностью только, по-моему, так, ale by picture this plus. Сюда к нему у меня только ткань купленная. ткань купленная. И здесь DMC и Svodalj. это мой нэшвилл маркер этого года. Ну вот, как-то так положила, до этого все входило. эту коробочку показывала я вам же. Итак, продолжим. я нашла еще одну коробку. Теперь уже теперь уже все у меня будет сложено, убрано. Я даже нашла какие-то такие сюжеты, которые думала, которых думала у меня нет, а они у меня, оказывается, есть. Итак, у меня есть несколько проектов Melody's Needle. Нравятся мне все, фактически, все ее дизайны. И вот один из таких маленьких сюжетов это вот этот The Ears is in a Face. И здесь идут все вот эти вот сложные нитки Wix, Gentle Art, Classic Color Locks. Вот на такой вот маленький сюжетик. Ну вот он такой милый и мне очень нравится. Очень хочу его вышить. Возможно, что-то подобрать из остатков. Еще один сюжет это вот эти вот горшки, да, кашпо. Очень нравится эта схемка. этот сэмплер. Это репродукция сэмплера. Вот так вот он выглядит. Фотография оригинала. И здесь нитки Svadalge и DMC. от Кати Беррик. У меня есть две вот таких птички. Они вышиваются в Needle Point NPS ниткой. красивых два вот этих вот красивых две этих птички. И я нашла несколько дизайнов. Вот этот вот буквально старенький дизайн. Не знаю, но мне почему-то нравится именно вот эта подушка. И к ним еще шли аппликации. Вот такие подушки. Правда старые уже эти все дизайны. и вот такой гладиолус. Здесь просто разные стежки. И приклеивается и пришивается вот такой цветочек. Может быть как-нибудь стильненько его сделаю. Думала нет у меня этой схемки оказывается есть. Это плиточка, да? Такой маленький сюжетик. 2010 года. Неожиданно. Вот эти тюльпаны мне очень от нее нравятся. Вот полностью все вот это вот квилтинговые кусочки мне очень нравятся. Наверное у нее все сюжеты такие. Она сама занимается квилтингом. шьет и покрывал и разные вещи. И все ее сюжеты напоминают квилтинг. и вот эти вот именно тюльпаны из всех ее дизайнов. Не знаю мне нравятся именно вот эти тюльпаны. Так Victoria Sampler есть у меня вот такие домики домики тоже вот эти нравятся. Когда нибудь вышью их на елку. А потом от JustNan где-то кстати у меня есть и эмбелишмент и к ним надо поискать. Куда-то я их положила. Вот такой вот на День Святого Валентина маленький сюжетик. и вот эти вот три сюжета. Это какая-то кого-то подарочек еще внутри. Не думала что оказывается есть у меня вот этот домик от Glendon Place. Может быть кстати и стоит его взять и повышевать. Он в DMC Encore. Ткани у меня такой нету. Мне кажется вся красота этого сюжета именно в ткани. А ткань сюда идет 28 каунта да он кэшел 13 на 12 красивый сюжет Hanson Design есть вот такой домик с тыквами по-моему у меня есть на него ткань не по-моему а точно есть еще мне нравится очень сильно вот это ива с птичками carriage house sampling здесь да needlepoint и dmc еще вот такая вот плиточка тоже тоже классная можно по-разному сделать эту плиточку и нитки здесь наверняка тоже dmc и needlepoint shakespeare paddler two angry birds тоже такой маленький милый сюжетик глухой бы наверное видно вот такой вот сюжетик not forgotten тоже цветочный горшочек класс needlepoint dmc четыре цвета здесь по-моему вот эти вот цветы вот здесь листья вышиваются сатиновыми стежками и по-моему что-то еще интересное вышиваются вот эти цветочки в какой-то технике вот такой хэллоуиновский дизайн от кэти беррик возможно ткань бы я поменяла может быть и нет не пишет может пишут там завернута такая красота еще очень мне нравится вот этот вот олень мэри дукмантон классный еще давно лежит еще вот это у меня схемка элис смит очень такой популярный сюжет даже многие за ним гоняются он полностью заполненный дизайн очень красивый здесь бордюр мне кажется такой очень знаменитый сюжет бордюр широкий весь 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 увитый цветами потом вот такой вот сэмплер шарлотт волс кстати я наверное подзабыла про него но мне вот сейчас смотрю очень очень такой милый сюжет еще у меня есть дизайн и от ян а у жан хоутман дизайн классные сюжеты тоже сэмплеры они вышиваются ниткой dmc и очень они мне нравится хочу их как-нибудь попробовать у меня от него три схемки есть еще вот такой для жардин садовый центр садовый сэмплер схемки от него ну не дешевые но очень хочу попробовать однажды красивые и вот такой вот все три нравится это тулип тюльпан люблю тюльпаны в нашей местности они не растут они любят холодную зиму кэт энд маус от кэти беррик есть еще вот такой однотонный она грамм она грамм компании здесь здесь тоже все по-простому вышивается одной ниткой двумя 498 и 5200 демси есть еще вот такой вот beautiful sea морской ships and manner по моему эта компания сейчас уже почти ничего не производит они красили свои нитки сами и красили свои ткани я тоже на этот сэмплер покрасила ткань сама у меня вот такой получился зеленый оттенок красивый не знаю одновременно мне очень и очень нравился такой яркий простой барбара она есть у меня еще для ножничек подвес тоже мне очень нравится я вышивала от нее тоже подвес для ножниц хэллоуиновский и вот этот мне очень нравится вообще все дизайны барбары она нравится мне тоже но приходится выбирать потому что невозможно да все вышить и так вот без барбары она сколько много разных дизайнов руки только две есть еще вот такой вот сердечко петит код hard красиво очень сделано сумочку может быть сумочка для проектов такая классно нравится вот эта идея сумочки коридж хаус есть еще вот такой цветочек он у меня вместе с тканью здесь даже два оттенка ткани может быть вот этот уже и не нужен или этот по крючу или тот не знаю то есть пока лежит маленькая плиточка следующий это вот такой кубик джаз на красивый потом antique toys антикварные игрушки есть у меня еще морской от этой же компании нравится мне вот в таком вот стиле в старинном картинку это компания по моему как-то барбара cw designs у них все схемки разработаны вот в таком плане там по-моему есть еще не помню напоминает игрушки моего времени так вот такая птичка visiting bird carriage house тоже красивые у них конечно все вот эти милые сюжеты мисс элизабет перкинс это я дресс-мейкер у нее здесь даже видите написано 27 main street я тоже работаю на улице main street только 200 и ткань по ключу и и еще такой популярный конь в яблоках carriage house sampling у есть и гамана у меня 40 каунт вот такой конь красивый конь люблю его все на сегодня это все всем спасибо большое за внимание что выдержали такое длинное видео с этими показательными выступлениями и всем пока пока